МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телевизионном языке это означает короткий вопрос, короткий ответ. Не против? Да, конечно. Ходите. Сергей, черные или белые? Белые, потому что они начинают первые. Любимый ход? Е2, Е4. Ой, я забыла сходить. Е2, Е4. Любимый ход. Любимая защита? Сицилианская. Если не шахматы, то? То бой будет снукер. Отлично. С Бритцем справились? Тогда продолжим уже более длинные вопросы, длинные ответы. Вы самый известный, наверное, шахматист России в новейшей истории. Я помню, как мы сами в 2016 году болели за вас. Я была уверена, что вы победите. Не жалко, что проиграли? Не хотите взять реванш? Всегда хочется взять реванш. Но, с другой стороны, матч был очень интересный. И в классическую часть матча я не проиграл. Я проиграл только в дополнительных партиях, в быстрые шахматы, которые уже чуть-чуть другая игра и другая специфика. Я надеюсь, что еще матч у Карлсона когда-нибудь выиграет. Ну да, тем более у вас есть опыт побед над норвежцем. Да, я у него в отдельных взятых партиях выигрывал. Но в целом, конечно, я признаю, что он на данный момент заслуженный чемпион мира и по праву носит этот титул. Сергей, я читала, когда готовилась к интервью, что вы в детстве, прежде чем увлечься шахматами, посещали 8 секций. Акробатику, лепку по глине, плавание, дзюдо. Почему все-таки вы решили остановиться на шахматах? Как это произошло? Расскажите, пожалуйста. Вообще, я познакомился с шахматами случайно. По телевизору шла реклама какого-то банка. И там была такая фраза, как пешка становится ферзем. Я стал спрашивать папу, что такое пешка, что такое ферзь. Он рассказал, что есть такая игра шахматы. Мы с ним начали играть. И потом, через какое-то время, мама, видя мое увлечение, сказала, что вот дворец пионеров, я тебя туда могу отдать. Через год там есть шахматная секция, сможешь заниматься. Я это сразу запомнил. И через короткое время, когда мы снова гуляли в этом же месте, я сказал маме, что мама, я без шахмата жить не могу. Отведи меня на шахматы прямо сейчас. Мне было всего лишь 5,5 лет, но эта фраза стала ключевой фразой в моей жизни. И мама действительно меня отвела в шахматы. Сперва тренер не хотел меня брать. Потом в итоге, видя мое желание играть, он меня взял. И был полностью прав, потому что я очень быстро перерос своих сверстников и начал уже серьезно прогрессировать. Почему именно шахматы? Сложно сказать. Я думаю, что просто мне всегда нравились логические игры. Нравилось то, что я могу побеждать в шахматах. Мне, с одной стороны, в шахматах есть понятные правила игры. С другой стороны, в шахматах есть огромное количество новых задач, новых загадок. И до сих пор всего я не знаю, и никто не знает. Даже чемпион мира не знает всех шахматных комбинаций, всех ловушек. Поэтому шахматы – это фактически неисчерпаемая, бесконечная игра. По крайней мере, для человеческого мозга уж точно. И поэтому я, как получал удовольствие в 5 лет, играя в шахматы, так до сих пор и боеполучаю. То есть они постоянно развиваются, да? Шахматы все время развиваются, они не стоят на месте. Ну, последние, скажем, 15 лет шахматы получили очень серьезный импульс благодаря появлению новых технологий, новых компьютерных программ. И шахматные компьютеры, они уже играют сильнее, чем человек, к сожалению. Но, с другой стороны, они открыли новый и неизведанный мир абсолютно новых комбинаций, новых вариантов, о которых люди не имели представления раньше, в прошлые годы. Сергей, вот вы сегодня награждали маленьких шахматистов, начинающих шахматистов, да? И вам вообще с детства сопутствовал в шахматах феерический успех. Да, вот в чем секрет вот такого успеха? Это талант, это усидчивость? Вот на что нужно сделать упор молодым, начинающим шахматистам? Ну, вообще способность побеждать в шахматах, это является... С одной стороны, талант, безусловно, без него никуда. Вот, но талант, я бы сказал, процентов 20, не больше. А процентов 80, это трудолюбие, это способность заниматься, ну, если не каждый день, то как минимум 5-6 раз в неделю. И способность заниматься подолгу, то есть это не час в день. Я могу привести вот собственный пример, что уже, начиная с 6 лет, я занимался по 6-7 часов в сутки, я практически все свободное время уделял с шахматом. Честно говоря, не знаю, не представляю, как я это выдержал, но я это выдержал, и результаты полностью себя оправдали. Вот, поэтому, если вы хотите становиться именно чемпионом мира, то нужно помногу заниматься. Вот, другое дело, что... Мне есть надо, да? Можете съесть, да, неважно, поменялись, слава на коня. Другое дело, что если вы хотите шахматы для общего развития, то, конечно, по многу заниматься не обязательно, достаточно там 1-2 раза в неделю, и уже будет польза для вашего ума, скажем так, для вашей логики, интуиции. То есть в своем взрослом возрасте человек может начать заниматься шахматами и придет к какому-то успеху, и придет к какому-то результату? Или это все-таки с детства надо? С детства надо начинать, если ты хочешь стать чемпионом мира. Если ты не хочешь стать чемпионом мира, а просто у тебя есть какая-то локальная цель, допустим, стать кандидатом в мастера спорта или международным мастером, в любом возрасте начинаешь, и всегда можешь чего-то добиться. Это то же самое, что в беге. Ты можешь научиться бегать 5 или 10 километров, ну, фактически вне зависимости от возраста. Поэтому если мы не говорим о спорте высших достижений, то начинайте играть в шахматы в любой момент. Я знаю, что в 2020 году, когда наступил вот этот режим ограничений, связанный с пандемией, вы приняли участие в некоторых онлайн-турнирах. Они чем-то отличаются от оффлайновских? В чем их преимущество, в чем их недостатки, может быть? Преимущество в том, что ты сидишь дома, и ты не должен никуда ехать. Просто у тебя должен быть хороший интернет. Когда ты играешь по интернету, то есть проблема использования компьютерных подсказок соперникам. То есть если соперник не очень честный, скажем так, то в особенности в турнирах, где разыгрываются деньги, есть опасность то, что соперник будет пользоваться компьютером. Но вы еще играли с космонавтами НКС в этом году. Да, да, да. Это было прекрасное событие. Я вышел по интернету. Мы играли с космонавтами, и у них был iPad, на котором они делали ходу, и все это передавалось с 10-секундной задержкой, потому что они так далеко находятся. Все получили огромное удовольствие. Я обнаружил для себя, что космонавты, оказывается, очень прилично играют в шахматы. Тоже небольшой сюрприз был для меня. Мы сыграем в ничью. Но здесь как раз-таки это был тот турнир, где главное было это участие, а не победа. Сергей, такой философский, наверное, вопрос. Что вам вообще дают в жизни шахматы? Шахматы для меня это, конечно, не просто игра. Это образ жизни, это способность путешествовать по миру, знакомиться с новыми, удивительными людьми, познавать для себя мир. Ну и если уж мы говорим про какие-то материальные вещи, то, конечно, шахматы – это вид спорта, который позволил мне выйти на определенный и финансовый достаток, и на социальном уровне тоже стать узнаваемым спортсменом и пользоваться популярностью. Это очень приятно. Вот как раз относительно социальных, социальной узнаваемости, вы сейчас ведете достаточно активную общественную жизнь. Вы были доверенным лицом Путина, вы член общественной палаты Российской Федерации. Вот для чего вам это нужно? Я вижу в этом инструмент популяризации шахмат и вообще популяризации спортивного образа жизни в России. И мне очень приятно работать в одной команде с Ириной Александровной Винер. Она руководит тем отделением, где мы работаем. И, соответственно, мне с ней очень приятно работать, очень комфортно. И я думаю, что мы сделаем очень много для развития спорта. Ну и, наверное, вот как раз ваша общественная работа – это вот открытие школ Сергея Коряйкина. В Чебоксарах, насколько я знаю, открылась шестая школа. Есть более активные школы, есть менее активные школы. И если там, допустим, школа в Крыму, она находится на реконструкции, то школа в соседней республике Мариэлла, она расцветает. Уже два года назад мы ее открыли. И около 200 шахматистов, которые на постоянной основе там тренируются, играют, занимаются. Вот. И поэтому я надеюсь, что нечто подобное будет и здесь. Я здесь не вижу никакой конкуренции. Я думаю, что, наоборот, нам всем нашим школам нужно объединиться и проводить тренировочные матчи, тренировочные соревнования. И давайте прогрессировать вместе. Мне кажется, это очень здорово. А почему вот вы приняли приглашение Чуваши открыть школу? Как это было? Как произошло взаимодействие? Дело в том, что я слышал много хорошего о Чуваши в шахматном. Ну, не только в шахматном, но я сейчас говорю про шахматы, что в регионе действует самая большая по России сеть шахмат в школе. Более 60 школ, в которых преподают шахматы. Очень много сильных тренеров, много сильных детей. И когда ко мне поступило такое предложение от ректора института, от Владимира Николаевича, я с радостью его воспринял, потому что это возможность для меня поддержать шахматный край и по возможности воспитать здесь какого-то молодого чемпиона. Спасибо большое, Сергей. Я надеюсь, я гордо держала название шахматного края. Да, я предлагаю ничью. Я согласна на ничью. Спасибо большое, что вы ответили на наши вопросы. Это была программа интервью с Сергеем Корякиным. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.